Здравствуйте, я Александр Герасименко и сегодня расскажу вам о том, как побороть лень. Я расскажу вам один случай, когда бороться с ленью вовсе не нужно. Один мягкий способ борьбы с ленью, один жесткий способ борьбы с ленью, один супер жесткий способ борьбы с ленью. Во-первых, я считаю, что по шкале активность и лень большинство людей находятся на стороне активность, а часто и гиперактивность. Они бегают, как бешеная батарейка, зря растрачивая свои силы. А потом в конце у них, оказывается, пробуждается лень. Они не хотят заставить себя сделать то, что нужно сделать. Нет, у вас не лень, у вас гиперактивность и вы делаете лишние вещи. Это называется, нужно работать над эффективностью. Скорее всего, сегодня пойдет речь о так называемой селективной лени, как заставить себя делать то, что нужно делать и перестать делать то, что делать не надо. Краткий совет сразу, не доходя еще до других способ борьбы с ленью. Если вы считаете себя гиперактивным, перестаньте делать две-третьих вещей, которые вы уже делаете. Просто перестаньте их делать. Кто-нибудь их сделал из-за вас, отложите их на потом, на кого-то спешите либо делегируйте. Но как только у вас появятся лишние силы, вы будете делать правильные вещи. Проблема большинства людей – это низкая эффективность, а не лень. А теперь дело. Как побороть лень? Чтобы справиться с ленью, нужно знать, что это такое. Лень – это сигнал, ни больше, ни меньше. Как нужно с ней бороться? Да подождите в бороться, нужно быть чуточку более рациональным. Прежде чем начать бороться, нужно, что это за сигнал? Хороший или плохой? Плохой сигнал – боремся, хороший используем. Сигнал, как телефонный звонок. Новость плохая, бывает хорошая. Не знаем, пока они сняли трубку. Давайте снимем трубку и узнаем, что это за сигнал. Первое. Лень может быть сигналом, что в действии, которое вы хотите заставить себя делать, ваш талант не работает. Как это происходит? За долю секунды организм просчитывает свои шансы на успех. Буду я успешен, если я буду делать это действие в конце? Либо не буду. Организм не хочет зря тратить свои калории. Мы называем себя Homo sapiens – человек разумный. Правильно было бы называть себя? Homo economicus – человек экономный. Мы экономные, а значит будем ленивы. Это правильно. Мы выбираем самую короткую дорогу, когда куда-то едем. Приходим в магазин, мы сравним цены на товары и выбираем самый лучший товар по самой дешевой цене. Организм не понимает язык времени, он не понимает язык долларов либо рублей. Он прекрасно понимает язык калорий. И для него начать делать действие, которое в конце упрется в бетонную стену, и он не будет успешен – это абсолютно необоснованная трата калорий. Поэтому лень может быть сигналом. Наш организм за долю секунды просчитал шансы на успех и выдал нам их как низкие в виде лени. Может ли он просчитан за долю секунды на самом деле? Почему бы и нет? Центр лени находится в мозгу ящерицы, в том же самом мозгу, где находится центр спаривания. Если вы мужчина, сколько времени вам нужно посмотреть на женщину и оценить, красиво она либо нет? Правильный ответ – долю секунды, не думайте так долго. Если вы женщина, сколько нужно времени вам, чтобы посмотреть на мужчину и решить, хороший он партнер, либо нет? Доля секунды. За долю секунды наш организм собирает всю информацию, пропорции, цвет лица, все что угодно, и выдает нам – да, с ним либо с ней можно продолжать свой рот, либо нет, от него нужно держаться, либо от нее держаться подальше. То же самое происходит у нас с ленью. Организм за долю секунды оценивает – буду я успешен в этом деле, либо не буду, и выдает нам сигнал в виде лени. Поэтому, первый случай, когда бороться с ленью вовсе не надо. Лень – это сигнал, что наш талант не работает. Когда я учился в школе, я не любил бегать на длинной дистанции. У меня это получалось, но я очень не любил это делать. Что это означает? Я был ленив? В 20 лет я занимался силовым троеборьем, это уже был седьмой год моих занятий силовым троеборьем, и я выполнил жим в штанге лежа 180 кг, приседания – 240 кг и становая тяга – 240 кг. Это довольно-таки высокие достижения, и ленивый человек никогда бы этого не достиг. Что это означает? Это означает, что у меня был талант во взрывных видах спорта, и не было, где требовалась выносливость. И я очень рад, что я понял, рано еще молотить, что лень была сигналом, и я к этому сигналу прислушался. Первый случай, когда бороться с ленью не надо, лень – это сигнал, означающий, что ваш талант не работает. Но бывают случаи, что этот сигнал врет? Бывает. Первый случай – это когда мы начинаем что-то делать, и нас постоянно прерывают. Мы начали, нас прервали, начали, нас прервали. И организм, чтобы заново не тратить калорий на новое начинание и на новое прерывание, просто выдает нам лень. Я это делать больше не буду. Фактически, да, вы будете успешны, и да, у вас получится. Но поскольку вас прервут, и организм об этом знает, он препятствует нам делать это действие. И выдает нам сигнал в виде лени. Поэтому устраните прерывание, чтобы понять, что такое ваша лень. Может быть, там нет лени на самом деле, может, просто организм не хочет расходовать силы на новое начинание. И второй случай, когда сигнал может быть ложным – это когда у человека низкая самооценка. Настолько сильно он похоронил свое подсознание по слоям. Я не хочу, я хуже других, у меня не получится. Даже подсознание уже верит, что у него не получится. Поэтому нужно убедиться, что у вас здоровая, либо высокая самооценка для того, чтобы правильно анализировать этот сигнал. Резюмирую первый пункт. Лени – это сигнал, что ваш талант не работает. Могут быть ложные сигналы. Сигнал ложный. Первое – если вас прерывают. И второе – если у человека низкая самооценка. Нужно срочно повышать эту самооценку, иначе вы проведете в лени всю свою жизнь. А теперь способ борьбы с ленью. Есть мягкий способ борьбы с ленью. Опять-таки, лень – это сигнал. Я подчеркну, лень – это всегда сигнал. Это сигнал, что в сознании человека неправильно приписаны ассоциации боль и удовольствие. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем, чтобы избежать боль и получить удовольствие. Мы любим шоколад, потому что он приятный и доставляет нам удовольствие. Мы не любим экзамены, потому что экзамены болезненные, они нам неприятные. Нас там анализируют. И мы их ассоциируем с эмоциональной болью. Все, что мы делаем – поход от боли к удовольствию. Семь часов утра. Один человек сейчас бегает в парке, а другой спит по теплым одеялам. Почему? Да потому что один из них ассоциирует бег с свежестью, с бодростью мышления после пробежки и с приятным, свежащим душем. А другой человек ассоциирует бег с одышкой, холодом и потом, и поэтому он остался спать. Для того, чтобы преодолеть лень, часто нужно просто поменять местами ассоциации боль и удовольствие. Как же это сделать? Способ довольно-таки мягкий. Необходимо вступить в группу, прийти для себя в группу, которая поощряет нужное вам поведение. Например, если вы хотите, чтобы у вас была хорошая фигура, вам нужно вступить в группу танцев, либо в группу фитнеса. Не просто вступить, стать частью этой группы, дышать, как они дышат, думать о том, что они не думают, поддерживать друг друга и разочаровываться из-за неудач друг друга. Потому что в этой группе полностью поменяются ваши ассоциации. Боль станет удовольствием. С этого момента тренировка – это у вас будет не боль. Тренировка – это будет место, где встречаются друзья. Тренировка – это шаг к совершенному «я». Тренировка – это будет то, где мои ценности в жизни работают. Очень просто все это делается. Для того, чтобы преодолеть лень, необходимо поменять ассоциации с боли на удовольствие. И легкий способ, как это сделать, это вступить в группу. Не просто записаться, по-настоящему стать частью этой группы, где поощряется нужная вам модель поведения. Жесткий способ борьбы с ленью. Лень также может быть сигналом, что у вас очень низкий уровень выносливости, либо заниженный болевой порог. Люди сегодня стали настолько тепличные. «Ой, как здесь у вас холодно!» – на моих тренингах часто говорят. Я держу температуру 18 градусов. «Ой, как здесь жарко!» – я не могу. «Какой неприятный человек!» – я удалил его из моего списка контактов в телефоне. Либо «Ой, она такая!» – я удалил ее с моей страницы в ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Люди стали очень тепличные. И часто лень объясняется. Маленьким выходом из комфортной зоны, которая так сильно сузилась. Для того, чтобы перестать быть ленивым, необходимо увеличивать уровень выносливости и поднимать общий болевой порог. Как это сделать? Я рекомендую ребятам боевые виды спорта. Они поднимают эмоциональный дух. Они делают вас сильным физически. Рекомендую фитнес. Бег, плавание – то, что поднимает реальную выносливость. И даже йогу. Как бы там ни казалось, йога, хотя это статичное упражнение, в йоге, в каждой позе йог испытывает боль. И когда он выходит из этой позы, все, что в этом мире происходит, любые неприятности в этой жизни, кажутся ему просто пустяками. Потому что по сравнению с той болью они неощутимы. Повторю, жесткий способ борьбы с ленью – поднимайте ваш болевой порог. Я хочу проакцентировать одну вещь. Не сначала вы поборете лень, и потом вы будете тренироваться. Сначала вы поднимаете ваш уровень выносливости, ваш общий болевой порог, и потом проходит лень. Часто болевой порог эмоциональный, вам трудно общаться с людьми, вы стесняетесь. Для этого есть курсы пикапа для молодых ребят. Да, это непопулярно, это порицается обществом. Но, елки-палки, вы хотите быть успешным, или вы хотите быть тем, которого принимает общество везде и всюду, как еще одну серую мышь? Задумайтесь. Есть курсы публичных выступлений. Если ты можешь выйти, выступить перед 100-200 человек, и при этом чувствовать себя с собой, то ты не испытаешь никакой эмоциональной боли, общаясь с любым одним человеком. Там не может быть и речи о лене. Ты делаешь то, что ты решаешь делать, а не то, что куда тебя подфутболили окружающие. Итак, более жесткий способ борьбы с ленью был – поднять свой порог выносливости и поднять свой болевой порог. А теперь самый жесткий способ борьбы с ленью. Мой друг взял кредит на три года. Он отдал его за шесть месяцев. Почему? Да потому что его организму стало больше невыгодно так экономить. Организм очень экономен. Но есть способ, как клин вышибить клином. Нужно сделать, чтобы организму было невыгодно экономить. Ты никогда не будешь лежать в постели в шесть часов утра, когда на тебе висит такой большой кредит. Это просто становится неэкономно. Ты начинаешь работать. К нему пришло огромное количество идей. Он сам мне признался, что говорит, я не знаю, откуда приходят деньги. Они просто сами ко мне сейчас идут. Само собой. Потому что мозг выработает в три раза быстрее. Ему стало невыгодно экономить. Для того, чтобы жестко выгнать лень, необходимы три условия. Первое условие – социальное давление, временное давление и денежное давление. Когда они суммируются, от лени ничего не остается. Один из моих клиентов написал на странице в Фейсбуке, если я не сброшу, нет, он писал так, если я не буду весить 80 килограмм к первому июля, а на у меня записи он весил 90, то каждому из моих друзей, я перечислю 10 долларов на телефон, друзей в Фейсбуке. У него было более 500 друзей в Фейсбуке. Он очень не хотел расставаться с 5000 долларов, которые ему пришлось бы отдать 1 июля, если бы он не похудел на 10 килограмм. 1 июля он весил 80 килограмм. Почему? Да потому что он грамотно задействовал три вещи – социальное давление, денежное давление и временное давление. Если все перечисленные способы мною до этого вам не помогли, используйте последний, он самый верный. Я резюмирую. Большинство людей по шкале эффективность и лень, активность и лень находятся на стороне гиперактивности, поэтому у них низкая эффективность. Часто нужно просто перестать делать две трети вещей, которые вы делаете по жизни, чтобы быть более эффективным. Проблема людей – это не лень, низкая эффективность. Случай, когда бороться с ленью вовсе не нужно. Это когда лень является сигналом, что ваш талант не работает. Прислушайтесь к нему, ищите ваш талант, знайте его. Но часто лень – это просто показатель, что мне этого делать не надо. Помните, что может быть ложный сигнал, если вас прерывает постоянно, либо если у человека очень низкий уровень уверенности в себе. Ее нужно обязательно поднимать, чтобы узнать, правильный сигнал либо нет. Мягкий способ борьбы с ленью – переписать ассоциации с болей на удовольствие. Для этого нужно вступить в группу людей, к которым, где поощряется, нужный вам модель поведения. Жесткий способ борьбы с ленью – более жесткий. Это поднять общий уровень выносливости и свой болевой порог. И самый жесткий способ борьбы с ленью – это задействовать три компонента – социальное давление, денежное давление и временное давление. Тогда вы никогда не будете ленивы. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.